Всем привет! Уже конец июля. Начал массово созревать урожай баклажан. Я хочу вам кратко рассказать о сортах, которые я выращивала в сезоне 2019. Сразу оговорюсь, выращиваю их в Московской области, в полутеплице, если можно так сказать. Что это значит? У меня одна сторона это стеклянная теплица, а три стороны закрыты клеенкой. И крыша открыта. Вот такая у меня тепличка, но я считаю, что это, грубо говоря, открытый грунт. Этот сорт баклажан я заказывала у огородника, то есть семена домашние. Он мне их прислал по почте под названием корейский карлик, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Очень хорошо подходит для центральной части России. Баклажан раннеспелый, куст очень компактный, низкорослый, но ветвистый. Я его формировала в самом начале, то есть убирала все нижние листья, убирала так называемый коронный цветок. И все, дальше уже я формировкой не занималась, потому что баклажан низкорослый. Если убирать все до единого пасынки и лишние цветочки, то тогда урожай вы снимете минимальный. Поэтому формированием этого сорта нужно не увлекаться. Сорт мне этот понравился. За его, конечно же, прежде всего, раннеспелость, неприхотливость. Плоды классического фиолетового баклажанового цвета, немножко бочкообразные, они не вытянутые. Вот это тот самый размер, который нужно снимать с куста. Семена мелкие, практически не ощущаются. Мякоть белая, с зеленоватым оттенком, очень нежная. И кожурка тоже тонкая. При жарке, при готовке не ощущается. Отличный баклажан. С удовольствием я буду его сажать и в следующем году. Я уже списалась с этим огородником, узнала, как нужно собирать семена баклажан, потому что я никогда этим не занималась, всегда покупала только семена. А в этом году я буду собирать свои. И надеюсь, все будет хорошо. Единственное из минусов, хочу сказать, что когда я их высевала, они очень туго всходят. Я не знаю, как в последующем будут сходить уже мои семена выбранные, но семена огородника сходили больше двух с половиной недель. Из-за этого они были позже высажены. Соответственно, сейчас первый баклажан я собрала в середине июля. Но если соблюдать все сроки, то, конечно, он очень раннеспелый получается. В середине июля получить в Московской области первые плоды, это дорогого стоит. Поэтому в следующем году я буду закладывать недели-полторы на всхожесть. То есть на неделе-полторы я буду раньше его высевать. Этот сорт подходит для всего на свете и для консервирования, и просто для жарехи, для запекания на костре, в духовке, просто на сковородке, в масле. Отличная получается икра баклажановая. В общем, я этот сорт всем рекомендую. Корейский карлик. В кусты сорта корейский карлик. Здесь также в открытом грунте растет сорт сосулька. Под таким названием я приобретала семена в интернет-магазине. Плоды должны быть длинными, как сосулька, белоснежно-белого цвета. Но, как видите, здесь полнейший пересорт. Я недовольна на 100% этим интернет-магазином, потому что пересорт не только в баклажане, но еще и в перцах. Я там тоже их заказывала. Следующий сорт растет здесь же, в открытом грунте. Орог изобилия. Семена покупные в простом магазине приобретала. Сразу скажу, что сорт, скорее всего, предназначен для теплицы. Хотя написано, что и для открытого грунта. Растение высокорослое. Около метра, может быть, даже чуть больше. Выгнал очень длинный стебель. Зависть очень плохая. Вот он цветет, цветет. Вот только начал что-то здесь завязывать плоды. Я думаю, что этот сорт для меня, по крайней мере, для открытого грунта и Московской области, он не очень подходит. Видите, он весь какой-то болезненного вида. Хотя тоже раннеспелый. Поражается, вот смотрите, на зависях тля. Нет, этот баклажан я больше выращивать не буду. Хотя вот один все-таки вырос. Да, как по описанию, он такой. Сами плоды вытянутые, узкие. Ну, описание самих плодов подходит. Это сорт рук изобилия.